Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо-тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Ага. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Ах. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания событий прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков. То есть, генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Внимание! Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, Объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к Анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Продолжайте кнопку пустой руки, чтобы пройти через насильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой – более агрессивные. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Прекрасно. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный. А цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Ассасин! Не бейте его! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Я тебя... Ты от меня не уйдешь! Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались. Но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Верно. Тебе стоит спрятаться. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Когда вы анонимны, синхронизация растет. А выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Хорошо. Вы полностью синхронизированы. И вам доступна новая возможность Орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Третий. 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 Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Третий. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача. Мастерство. Наблюдай. Может быть, чему-нибудь научишься? Ага. Например, кодеку. как забывать обо всём, чему учил нас Повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя Кредо. Ничто не истина, всё позволено. Ты поймёшь, что означают эти слова. Не важно, как мы выполним задание, но это не путь. Мой путь в результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чём заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нём — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под хромовой горой. Сокровище? Не знаю, но Повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть её. Повелитель считает, что участие в нём. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег? За ветер? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идёт. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Массиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Аль Таир. Нет, трусость. Этот человек наш враг. И у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя. Как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, темплеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо. Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Убить ассасинов! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Переход к более позднему участку памяти. Девушки отдыхают. Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покое и мир, Аль-Таир. И тебе так же. Не стоит ему так бегать. Он только что врезал за одного человека. Что это с ним? Это больно. Он кого-нибудь убьет. Почему он так пишет? Что на небо нашло. Он точно кому-нибудь живет. Чего это он обогнал? Что беспокоит его? Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание – знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Дай честь для нас. Повелитель ждет. Может, этому безумию есть объяснение? Аль-Таир. Повелитель. Подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, Повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями. Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет. Не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель! Нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Мося Аф! А он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Аль-Таир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Аль-Таир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать. Но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Удейца. В дороге, чертова отроги. Тебе не уйти. Не дайди в углу. Оставайся. Я прилетел на дорогу. Обожди. Прочь, дорога. Я прилетел. Оставайся. Иди прочь. Ты ставишь у меня на дороге. Ты думаешь, сможешь убежать? А ты не прочь. Ассоцизм, убейте его. Оставайся. Обыщий девчон. Убейте. Смерть ему. Догоните его. Тебе не убежать. Прекратите битву и возвращайтесь в Мессиан. Приказ Аль-Муалима. Перемотка на более поздний участок памяти. Почему же он бежит, как угорел? Лучше ему не создавать проблемы. Аль-Таир, сюда. Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Он что, совсем идиот? Он задумал недоброе. Встань на эту платформу, Аль-Таир. Еридик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уберяю тебя, это не игра. Да будет так! Привезти заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо! Смерть они и получат! Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха! Моя нога! Моя нога! Тихо! Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов! Тихо! Продолжение следует... 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 Меня устанавливают в розыске, но я достаточно умён, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить как-то... Дьявол, даже не переодеться. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать звездом, именно он закроется. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Это моё название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не моё решение. Не я устанавливаю срок. Но я достаточно угадал, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить как Лейла. Я знаю, что тот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком, именно он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнёт. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. На сегодня всё, мистер Майлз. Сейчас вы вернётесь в комнату и отдохнёте. Майлз. 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 10. Это ваше настоящее имя? До сегодняшнего дня нет. Кредитки? Нет. Мобильный? Некому звонить. Права? Мотоцикл. Порочное удовольствие. Вот и ответ. Фото. Отпечатки пальцев. У медицинской компании? Какая связь у Абстерга и транспортной инспекции? Дезмонд, эти люди везде. Они... Извините, мне нельзя говорить об этом. Ты не устал? У меня много работы. Чёрт, они заперли дверь. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придётся убить сегодня? Я думаю, обойдёмся без надменности. Ваши предки шли почти верным путём, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Так я вам и сказал. Сядьте, пожалуйста. Мы готовы начать. Выберите участок памяти. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые. Я... жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве. Чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Аль-Таир? Ради чего сражаются Ассасины? Ради мира. Во всем. Да. Во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости. И самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малек считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Реберу Дассабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное – твоя задача. Субтитры делал D От кого он бежит? Мира и покоя, Аль-Таир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Похоже, он торопится. Что это с ним? Он точно кого-нибудь шибет. От хома он бежит. Что делает этот? Глупый видел раньше такое. Мне не доводило. Ничего себе. Похоже, он торопится. Как можно быть таким бескресимым? Нет, здесь пандалежный. О, нет. Что он делает? Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с Корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха. Не начал одной из своих же корзин. Почему он несется, как угорелый? Что он делает? Что это? Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я... я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла? Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Ты увидишь. Скоро с вам все откроется истинным. Что он делает? Мы стоим на пороге. Братья этому должна быть причина. Пороге между этим миром и новым. Где мы все сможем жить, как равные. Но такие, как Аль-Муалим... Почему он носится? Я вижу, как ты на меня смотришь. Он похож на себя. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Что ты делаешь? Это Аль-Муалим предал нас. Я вижу, как ты на меня см... Не надо меня беспокоить. Ах! Помоги ему, Аллах. Он обезумел. Ты увидишь. Скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым. Где мы все сможем жить, как равные. Но такие, как Аль-Муалим... Стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Это твоя последняя ошибка! Да отвяжись ты! Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких... А как ему и надо, нечего толкаться! Ничего себе! Иди за собой! Странно, никогда раньше не видел ничего подобного... Ну вот болван, ты чего? Ты его видишь! Похоже, там всем откроется истина! Мы стоим на пороге! Пороги между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные! Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту! Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа! Остановим его ложь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры found by Kaliba Аль-Муа Субтитры создавал DimaTorzok Аль-Муа Удачи! С Бettёй! Удачи. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицай! Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться! Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Докажи. 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 Аль-Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Аль-Таир, похоже, мои ученики. Аль-Таир, похоже, мои ученики. Аль-Таир, похоже, мои ученики. Аль-Таир, похоже, мои ученики. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Небедные сейчас! Понимаю, у тебя много дел. Аль-Таир, похоже, мои ученики. Ты это видел? Смотри-ка, что он делает? Он сошел с ума? А теперь что он делает? Почему он так пишет? Он точно кого-нибудь убирает. Как можно быть таким беспечным? Смотри-ка, что он делает. Смотри-ка, что он делает. Куда он пошел? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Что за болван? Девушки отдыхают. 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 Вау! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Да! Он бежит от кого-нибудь с ног сомьет. Думаешь, твой бог нужна помощь тебе? Помогите кто-нибудь! Осторожней! Ты умрешь здесь и сейчас! Нет! Помогите! Помогите! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Да, ну и времена настали. Давайте. В итоге. КОНЕЦ Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Сюда, сюда. Позволь показать тебе весь мой товар. 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 Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой. И еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Кто мог сделать такое? Все милости в Аллах. Ну так где... Стража, сюда! Аллах, подвинет тебя, Джейн. Стража, остановите его! Может, тебя заинтересует вот это? Дабы предупредить вас. Ну, это далеко не все, товаропалло. Если Ричард захватит Япу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим, и наш долг защищать. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Япу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. Ты, правда, очень мудр? Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товаропалло. Там тебе не было. Ничего себе. О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Тони, ну, помогите мне. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз. Много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно, и побыстрее. У нас мало времени. Добрый день, дорогой друг. Если я с чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. На помощь! На помощь! Ты правда очень мудрый, раз решил обратиться ко мне. Он слепой. Да что с тобой? Эй, ты! Да ты! Подходи, посмотри мой товар! У меня много разных товаров, даже слишком много. А, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговся, чем я. Подходите, смотрите, мой товар! Хочет перебить нас всех до единого. Мы толчаны защищаться! Грязный воришка, увидишь тебя отрубят руки. Люблю таких. А чем ты так сделал? Чебе неправильное! Не подходи! Люблю таким. Люди подходим! Бедняка! 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 Что ты так вовремя по доске? Ещё минуты, и они его совершили задуманное. Что это? Ужасно. Как это произошло? Бедняка. Интересно, что здесь произошло? Пошлите за подмогой! Кто-то должен остановить вас. Ты заплатишься, бегай! Тебе всё равно не уйти! На здоровье! Он устаёт! Хватайте его! Хватайте его! Хватит! Хватит! Мир и покой тебя, Аль-Тайюр. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. У меня много разных товаров, даже слишком много. Так они послали тебя? Интересный выбор, хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Люди неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдание и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невяжество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой! Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! И знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, похоже ты точно знаешь что тебе нужно! Людей подходите! Люблю таких клиентов. Ты и вправду очень мудр, раз решил обратиться ко мне. У меня много разных товаров, даже слишком много. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Что это? Может, хватит уже? Загнать ее! С дороги! Прочь с дороги! Отрублю голову! Я не уйти! Я! Не видела! Дорог нет, меня не уйдет! Они пошли против воли бога! Почему он носится? Помогите! Горь! Грязный горь! Что он делает? Грязный борься! Увидишь тебя, дровят руки! Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Я тебя поймаю! Я хорошо знаю город, я найду тебя! Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Ты от меня не уйдешь! Умри его! Аль-Таир, рад видеть тебя, невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Вор! Грязный вор! Грязный воришка, увидишь тебя отрубят руки. Грязный воришка, увидишь тебя отрубят руки! Грязный. Грязный. Грязный воришка, увидишь тебя отрубят руки. Что это с ним? Смотри-ка, что он делает? Может тебя заинтересует вот это? Смотри-ка, что он делает? Смотри-ка! 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 ! 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 Умри-бон! ! Умри-бон! Умри-бон! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Продолжение следует... Я не могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да. Пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают? Ну, кроме того, что держат меня под замком. Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже. У вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонт, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведём работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Ты не устал? Идёмте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люся? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем всё это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времён вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось всё таким же варварским. Всё таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь её. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, всё станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Нет ли вашей цели, ассасины? Мир во всём? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я всё ещё не понимаю, при чём здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймёте. Или не поймёте. Мне всё равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Из... Да, готовы. КОНЕЦ Если вас обнаружили, резко поворачивайте и забирайте. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Это значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Что происходит? От кого он убедает? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Умри, неверный! Понимаю, у тебя много дел. Чтобы вытащить второй клинок, нужно время. Чего это нарванный? Интересно, что он затеивает? Что происходит? От кого он убегает? Умри! Да! Если вы деретесь в рукопашную, стражники не вмешиваются. Почему же он бежит, как угорел? Почему он несет, как угорел? Да! Он бежит от кого-то? Убейте его! Я не уйти! Да! Тебе не уйти! Останавливайся! Не от меня не уйдешь! Не от меня не уйдешь! Хватит бегать! Тебе все равно не уйди! Ха! Ща! Ха! Убейте его! Убейте его! Убейте его! Ха! Останавливайся! Убейте его! Может, жизнь вы не уйдешь? Вы не уйдете! А как это вы его не уйдете? Помогите их! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки в саду Айнака! 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 Айнака, ты уже измерёшься. Айнака, айнака! Айнака. Девушки отдыхают... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Массиафе или украсть их у бандитов Он должен быть бежит от кого-то Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, этого будет достаточно Спасибо за информацию, Рафик Она весьма кстати Уж постарайся Аль-Молим рассчитывает на тебя Не разочаровывай его Займись делом Субтитры сделал DimaTorzok